николай скажите просто есть у вас на примете какой-нибудь интересный случай или скажем кейс обращения вот который очень запомнился я думаю что нашим клиентам партнерам было бы интересно послушать вы знаете случаев точнее примеров разрешенных претензий действительно есть очень много мы конечно же сегодня не сможем всех их 7 всех их обсудить но из тех которые особенно запомнились мне за последние несколько лет эта претензия которая была у нас два года назад она была финансовая то есть она попадала финансовую категорию и речь шла о том что клиент просил требовал вернуть ему 860 тысяч долларов которые были на то время у него на торговом счету у брокера почему мне запомнился этот этот кейс во первых потому что это колоссальная сумма денег если посмотреть на скажем так среднее количество средств которые требует клиент заявитель когда он приходит финансовую комиссию подает претензию это с одной стороны с другой стороны такая сумма средств значительно велика и большая для принципе любого брокера даже самого даже самых известных крупных мировых скажем так как гигантов брокеров которые с которыми мы наверняка все все знакомы и самое самое как бы приятное в том что это претензия разрешилась положительно у этого клиента на счету были свои собственные средства которые он присылал брокер у него были на счету прибыли которые он заработал с торговли но у него также были на счету бонусные средства которые были присвоены ему в рамках бонусной программы и которые подлежали определенным условиям то есть иными словами чтобы вывести эти бонусные средства клиенту нужно было провести определенное количество торговых операций с определенными ограничениями и так далее и тому подобное. И этот кейс, он попал в финансовую категорию, но он также наглядно показывает пример ситуации, когда происходит также некое недопонимание между клиентом и брокером. Возможно, также клиент был недоволен тем, что брокер не отвечал ему достаточно оперативно, как он хотел. Опять-таки, речь шла о том, что сумма денег на счету была очень большая. И я рад сказать, что эта претензия разрешилась положительно. Клиент в итоге получил те средства, на которые, как говорится, рассчитывал и на которые имел право. И мы смогли договориться как с заявителем, так и ответчикам о том, чтобы это решение или решение было выполнено в определенные сроки. Потому что, как вы понимаете, сумма денег очень большая. И нужно было убедиться в том, что клиент со своей стороны будет доволен такой процедурой разрешения или графиком выплат и разрешения этой претензии. И так же, чтобы брокер мог согласиться и имел все возможности выполнить это решение в те сроки, которые были озвучены и обсуждались между сторон. Николай, клиентов довольно часто интересует вопрос, может ли брокер вывести средства. Есть ли какие-либо случаи из вашего опыта, когда выполнение данного обязательства перед клиентом было невозможным? Ну, да, такие ситуации бывают. Вот если мы вернемся обратно к вашему предыдущему вопросу, да, то есть был кейс и претензия, которая наглядно показала, что да, действительно брокер может выплатить средства, если, опять-таки, правильно подойти к этой ситуации и понять все нюансы, которые могут быть связаны с выводом крупной суммы денег. Тем не менее, в принципе, в нашей индустрии есть несколько наглядных и громких примеров того, когда даже крупная и большая компания, брокер по той или иной причине не может выполнить, скажем так, свои финансовые обязательства перед клиентами. Вот мне припоминается случай с компанией FXCM, Forex Capital Markets, в Соединенных Штатах. Речь идет о том, что несколько лет назад на швейцарском франке, на Форексе, произошло очень-очень резкое движение, которое, как бы, никто не ожидал. И получилось так, что у этого брокера моментально выросли обязательства, то есть обязательства перед клиентами. Речь идет о том, что если клиенты одновременно все придут и попросят вывести средства, чтобы брокер мог, в принципе, все их заявки выполнить. Но, с другой стороны, также все остальные обязательства, которые у брокеров имеются ежедневно перед их банковскими отношениями, то есть Prime Brokerage, да, если мы говорим о брокерах, которые являются маркет-мейкерами и так далее. А также их обязательства перед регуляторами. Вот у брокера FXCM в Соединенных Штатах было определенное требование к уставному капиталу, которое должно поддерживаться постоянно, то есть независимо от того, что происходит на рынке, что происходит с компанией, компания должна иметь всегда на отдельном счету определенное количество денег. И у FXCM получилась ситуация, когда в один прекрасный момент их обязательства перед клиентами, а также перед банками, с которыми они сотрудничали, и регулятором превысило 225 миллионов долларов. Сами понимаете, эта сумма значительная. И, в принципе, брокеру пришлось или искать очень-очень быстро каких-нибудь новых инвестиций и средств, чтобы кто-то мог влить кэш, скажем так, в эту компанию и поддержать ее, или же рисковать отзывы лицензии от регулятора, что в США происходит тоже очень-очень быстро, то есть может произойти в течение нескольких дней или даже суток, в зависимости от того, что происходит. И впоследствии получилось так, что FXCM получил заем большой от венчурной компании американской, но впоследствии он лишился большей доли акций в своей компании, и то есть владельцы руководства FXCM потеряли, скажем так, ежедневный контроль над компанией, и она перешла в управление этого венчурного фонда, можно так сказать. И впоследствии клиенты FXCM, они массово, конечно же, тоже пришли выводить средства. Все их запросы на вывод средств были, конечно же, удовлетворены, потому что другой возможности поступить по другому у компании не было. И впоследствии компания просто-напросто, то есть ее американское подразделение, о котором идет речь, оно обанкротилось впоследствии, то есть оно не могло дальше вести деятельность. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, все, в принципе, зависит от конкретного брокера и, в принципе, также зависит от той юрисдикции, в которой он находится и где он регулируется. То есть, иными словами, в регулируемых юрисдикциях мы видим, что у регулятора есть конкретные требования каждому брокеру лицензированному по количеству уставного капитала, который он должен держать на банковом счете. И этот уставной капитал как раз там держится для того, чтобы на всякий случай, на, как говорится, на черный день, чтобы были средства покрыть обязательства. И мы видим, что это не всегда так. Но, с другой стороны, как я упомянул ранее, в претензии, которая у нас была разрешена с брокером-членом, есть брокеры, которые совершенно, ну, то есть могут себе позволить выполнить свои обязательства перед своими клиентами. Николай, в сети, наверное, как и обо всем, есть нелестное замечание о работе финком. Как вы думаете, кто пишет эти комментарии? Я могу предположить, что это могут быть клиенты, которые остались недовольны решению финансовой комиссии. Артем, да, действительно, это так. Если опять вернуться к статистике, например, за 2018 год, мы увидим, что всего 21% всех разрешенных претензий был разрешен в пользу клиента. И понятно, что те клиенты, которые получили решение в пользу брокера, они могут быть этим решением недовольны. Мы это совершенно понимаем и понимаем, что клиент или любой человек имеет полное право высказать свое мнение на интернете. Также мы, в принципе, всем заявителям, которые получают от нас в решение, объясняем, что финансовая комиссия не является, можно сказать, последней инстанцией их дела. Они имеют полное право обратиться далее в другие, более высокие, скажем так, инстанции, например, в суд или в правоохранительные органы, как угодно, если они считают нужным. Поэтому, да, действительно, на интернете можно встретить негативные или недовольные, или комментарии недовольных клиентов, которые пришли и получили наши услуги и прошли через процесс разрешения спора. Но, с другой стороны, мне кажется, нужно понимать, что мы, как организация, также наши члены и, в принципе, также и крупные мировые регуляторы рынка Форекс сейчас сталкиваются с большим количеством ложной информации, сайтов-клоунов и прочих, скажем так, злоумышленных дел, которые, на наш взгляд, распространяются для того, чтобы запугать, с одной стороны, запугать Форекс-индустрию или ее участников, а с другой стороны, чтобы заполучить средства населения мошенническим путем. Мы, как организация, уже неоднократно предупреждали как трейдеров, которые приходят к нам и обращаются с вопросами и претензий, так и просто саму публику и участников нашей индустрии о том, что сейчас это стало очень, к сожалению, распространенная практика, и всем участникам нашего рынка, как и клиентам, так и брокерам, так и регуляторам и нашей организации в том числе, стоит очень серьезно подходить к этому вопросу. Мы неоднократно публиковали статьи, предупреждения о том, что выявлен тот или иной сайт-клон или какая-то странная, странный веб-сайт, например, который открыто пользуется тем, что он привлекает физлиц или даже юридических лиц с целью того, чтобы привлечь себе незаконным путем денежные средства. Поэтому, мне кажется, нам всегда нужно быть бдительными, но, с другой стороны, также и всегда уважать мнение всех наших уважаемых коллег и в том числе сообщества трейдеров, которые есть в разных регионах, странах и так далее. Николай, а может ли в вашу организацию обратиться к клиенту, у которого нету как таковой претензии к брокеру, например, клиент, который решает, какую компанию для сотрудничества выбрать? Бывали ли это? Да, это происходит практически каждый день. То есть, помимо того, что наша организация получает, как я говорил, в электронном виде претензии, мы также в электронном виде получаем комментарии. Комментарии можно оставить у нас на сайте под, например, какой-нибудь статьей нашей редакции или какой-то другой информации, которая у нас опубликована на сайте, задать вопрос и получить ответ. Также можно задать вопросы нам на различных наших социальных каналах, то есть Facebook, ВКонтакте, Twitter, даже Instagram. Также в Telegram можно написать нам сообщение, и мы, конечно же, ответим. То есть мы очень серьезно подходим к вопросу предоставления клиентам или просто участникам рынка полезной, достоверной и проверенной информации. Поэтому к нам очень часто, то есть практически каждый день приходят запросы дать какое-то свое экспертное мнение или отзыв о или работе какой-то компании или, например, веб-сайта того или иного брокера. Это может касаться как и наших существующих членов, так и компании, которые никак не сотрудничают и не имеют никакого отношения к нашей организации. И в любом из таких случаев мы готовы ответить клиенту и достаточно-таки оперативно. То есть любой, в принципе, человек, который приходит к нам, может ожидать, что в течение двух-трех суток в рабочую неделю он может у нас получить ответ. И более того, мы работаем, можно так сказать, как организация на восьми разных языках. То есть к нам приходят люди, которые общаются с нами на испанском языке, на китайском языке, на турецком и так далее и тому подобное. Николай, возвращаясь к таким понятиям, как добросовестный и недобросовестный брокер. Что происходит после того, как финансовая комиссия выявляет, что брокер может быть недобросовестным? Ну, я бы сказал, что такие ситуации, бывают два вида таких ситуаций. Есть компании, которые являются нашими членами, которые, к сожалению, по той или иной причине что-то происходит или с работой с их клиентами, или их работой с их клиентами, или же, возможно, какая-то информация появляется в открытом доступе, информация, скажем, от регулятора или от какой-то другой профессиональной организации, которая ставит под сомнение те или иные процессы или ту или иную работу брокера с клиентами. В таких ситуациях наш совет директоров засылает официальные запросы нашим членам, уважаемым членам нашей организации с просьбой пояснить ситуацию, то есть что произошло, по какой причине и так далее. И непосредственно предоставить нам какие-то комментарии о том, как брокер собирается разрешить эту ситуацию, если требуется какие-то действия, какая-то работа, какие-то изменения, чтобы это сделать, и непосредственно сообщает эту информацию нам. Как правило, в таких ситуациях брокер предоставляет нам, скажем так, обширный полноценный ответ. Наши организации, в том числе комитет по разрешению споров и совет директоров, имеют полную картину того, что произошло, и мы ждем непосредственно выполнения тех или иных изменений, поправок и так далее у брокера, чтобы он или удовлетворил то замечание, которое поступило, возможно, от клиентов, или, если это какой-то запрос от регулятора, чтобы он мог его тоже удовлетворить. Что касается компаний, которые не являются членами финансовой комиссии, а если говорить честно, то большинство таких ситуаций происходит именно с компаниями, которые не являются членами нашей организации. В таких случаях мы, в том числе и я, и совет директоров, мы тоже обращаемся к таких компаниям с целью получить какой-то фидбэк и разъяснение о том, что произошло. Почему? Потому что очень часто мы узнаваем о таких случаях или проблемах именно из уст самих клиентов этих брокеров и этих компаний. То есть мы понимаем, что у брокера что-то происходит не так. Это вызывает недовольство у трейдеров и так далее. Сами понимаете, что в таких случаях, конечно же, получить подробный ответ от таких компаний получить довольно-таки сложно. Опять-таки, потому что они не являются членами организации и, возможно, просто-напросто, в том числе и не знают нас, как организацию, что мы делаем и в чем суть нашего обращения. В таком случае наша организация изучает множество источников, как и открытых, так и закрытых, которые позволяют нам подтвердить ту информацию, которую предоставили клиенты, брокеры, которые не являются членами финансовой комиссии. И если в этой информации, которую мы проверили, мы видим наглядно какие-то действия, которые предназначены для того, чтобы обмануть клиента или каким-то образом его в чем-то ограничить и так далее, что выходит, скажем так, за рамки общепринятых принципов работы брокеров с клиентом, то если мы видим такую информацию, то эта информация попадает в совет директоров и совет директоров уже тогда может сделать голосование и непосредственно решить, включать, например, такую компанию в черный список нашей организации или нет. Николай, по поводу рассмотрения споров, претензий для действующих клиентов-брокеров понятно. А скажите, пожалуйста, может ли финансовая комиссия быть как-то полезна еще человеку, который только хочет поближе познакомиться с финансовыми рынками? Да, безусловно. На нашем сайте, как я уже говорил, есть множество информации. Есть также отдельный раздел со статьями, где пишут как и члены нашего комитета, так и другие, скажем так, заслуженные эксперты нашей индустрии. И любой человек может найти на различных языках обучающий материал, в том числе видеоуроки, учебники, различные пособия для учебы торговли на финансовых рынках. И кроме этого, также статьи, в которых, как вот я говорил, мы наглядно описываем или объясняем, как, например, клиенту, когда он ищет брокера, с которым он хочет торговать, на какие моменты, на какие вещи ему стоит обратить самое главное внимание, самое большое внимание. Также есть полезная информация и статьи о том, как избежать мошеннических каких-то действий. Если, например, клиенту приходит человек с улицы, обращается человек с улицы, представляется как сотрудник той или иной компании и предлагает какие-то финансовые услуги, при этом клиент никогда об этой компании не слышал и никогда этой компании не передавал свои контактные данные и какое-то желание получить какие-либо финансовые услуги. То есть, иными словами, наша организация, с одной стороны, готова помочь ответить на любые вопросы любого человека, который придет к нам с такими вопросами и помочь ему в рамках нашей компетенции, помочь ему. И, с другой стороны, мы стараемся предоставлять как можно больше бесплатной информации как на нашем веб-сайте, так и на наших социальных сетях, на наших каналах. Информация, которая поможет любому человеку разобраться с тем, как правильно подойти к вопросу выбора брокера, как правильно строить даже и торговую стратегию с точки зрения риск-менеджмента и управления рисками. И на что стоит обращать внимание при ежедневной работе с брокером, что стоит ожидать в плане работы. И чтобы люди всегда понимали, что если в будущем что-то произойдет и будет какая-то спорная ситуация или просто у человека есть еще дополнительные вопросы, мы никогда не устаем, говорится, сесть, ответить полноценно и помочь человеку. Потому что, в конце концов, это только и поможет нашей индустрии двигаться дальше, развиваться и поощряет, как говорится, развитие так называемого форекса общества в различных регионах и странах. И последнее, что скажу, Артем, последнее, что скажу в этой части, вот если говорить о том, как мы сотрудничаем с брокерами и брокерами-членами и другими компаниями, и как мы сотрудничаем с любым человеком, который к нам придет с улицы, за последние шесть, почти семь лет, можно смело сказать, что мы помогли, наверное, сотни, если не тысячи разным людям. Или избежать какой-то ситуации, да, где, возможно, кто-то пытался обмануть. Или же помочь в совершенно реальной нормальной ситуации, когда происходит просто спорный момент. Николай, ну, на этой прекрасной, мне кажется, ноте хотелось бы поблагодарить у вас от себя лично и от компании «Амаркет» за то, что смогли найти время. Сегодня провести вместе со мной интервью, ответить на вопросы. Я уверен, что информация будет крайне полезна. А всем тем, кто, собственно, будет с нами дальше, кто познакомится в том числе и с этим контентом, повторяю то, что сегодня у нас в гостях был операционный директор финансовых комиссий Николай Исаев. Николай, огромное спасибо.